Привет всем выжившам! И да, давно у нас не было игр про зомби, поэтому сегодня мы будем смотреть The Last Stand Aftermath, которая напомнила мне, если честно, How to Survive. Возможно, необоснованно, но в любом случае, пишите свои мысли в комментариях, похожи они или нет. Но игра нас толкает к стелсу, при этом там есть своеобразный таймер, который скорее навязывает агрессивный стиль игры. В общем, в этом есть что-то. Ну, плюс много разных прокачек, разные предметы, оружие и всё в этом духе. Так что давай посмотрим на игру вместе. Думя днями ранее, это, судя по всему, у нас какой-то пролог или обучение, и пока мир выглядит очень... Боже мой, что ты такое? Тринити, кто тебя такой нарисовал? Почему ты остановилась? У тебя закончилось топливо? Да, бензобак пуст. Что, что-то рядом есть аванпост? Херка. Так что я бы посоветовал тебе отправиться именно туда. Давай тогда так и сделаем, и попробуем осмотреться. Ну, слушай, мир выглядит очень даже неплохо, да и сам персонаж анимирован вполне себе приятно. То есть движения у нас плавные, нету каких-то резких движений. Да и смотри, у нас тут позади какой-то, я не знаю, матрас или спальный мешок, который болтается после движения. Так что, да, мне пока всё нравится. Жалко, конечно, что нам не дали возможности создать своего персонажа, но это, наверное, мелочи. Так, нажмите R для перезарядки. Отлично. Где-то подобную систему я уже видел, правда не могу вспомнить игру. Но если вы припоминаете, то обязательно пишите в комментариях. Так, раз, два. Отлично. Я, правда, не понимаю, как тут хедшоты ставятся. А это какой-то чистый рандом или нам надо прицеливаться в голову им? Так, батарейка. Видимо, стрелять я тоже батарейками буду, но... Ребят, дайте мне патронов, пожалуйста. Так, отлично. Угу. И тут у нас какой-то есть лутбокс. Давай его осмотрим. Пустой. А, да, только начал играть, а тут уже пустые лутбоксы. Ну, что ж, на то они и лутбоксы. Ну, ладно. Раз, два. Ты что-то будешь делать. Да, довольно маленький магазин, но это все-таки стартовый пистолетик, поэтому что уж я хочу. Так, отлично. Мне нужно завести генератор. И тут генераторы. Так, еще один зомбек. Ага, батарейки. Опять батарейки. И, судя по всему, здесь у нас тоже патроны. Отлично. Так, итого у нас сейчас 22 патрона, и сейчас стало 18. Вот у нас этот генератор, который нам надо завести. Давай попробуем тогда. Так. Раз. Два. Три. Отлично. Так, ну вот они и идут. Кто идет? О, господи. О, господи. Не-не-не-не-не-не-не. Давайте. Давайте не будем. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ой-ой-ой-ой-ой. А я не хочу перекатываться. Я не хочу перекатываться. Ай, ладно, меня заставляют, судя по всему. Так, давай тогда вниз. Вниз. Вот тут попробуем собрать их. Отлично. Выносливость кончается. Выносливость кончается. И вот тут... А, так, вот, твари. Получили. Так, давай. Раз, два. Тихо-тихо-тихо. Патроны. Отлично. Так, о, еще один. Ну-ну-ну. Давай, подходи, тварь. Да-да, подожди ты. Блин, а их много. Их много, и у нас закончились патроны. И что мне делать? Ладно, хотя бы выносливость. Да сколько вас? Сколько? Я не могу на скорости пополнять боеприпасы. Так, ладно. Тут еще один зомбяк. Так, тут какая-то машина, но... А-а-а, дай мне. Да что вы меня хотите? Пустите меня отсюда. Пожалуйста. Кто-нибудь. Кто-нибудь пустите. Да. Это... Что? А-а-а. Разорвано на куски. Лучше бы я подорвал себя вместе с бочкой. Это была бы приятная смерть. А так... А, быть разорванным на части, это такое себе. И... Да. Новое начало. Смерть это не конец. Жизнь... Эээ... Снаружи колонии довольно тяжела. И люди будут умирать. Понятно. То есть, сейчас мы персонажей не можем выбрать. Это какая-то Ива Бек. И... Да. Я, может, хочу играть за мужского персонажа. Почему мне не дают такой возможности? Да елки-палки. Ну ладно. Но это уже, видимо, судя по всему, чисто рандом. Кого нам дадут? Так что... Давай посмотрим, что тут у нас есть. Так. Это какая-то доска почета. Здесь, видимо, у нас будут показываться все наши персонажи. Которые погибли. О боже. Ладно. А это, судя по всему, Тринити. Подожди-ка. Давай сначала посмотрим, что это за мужичок. Радар! Тебе нужно что-то? Ну-ка. А это еще что? Опа! Прокачка! Ты посмотри на это. Так. Здоровье. Какая-то прочность. Ага! Милли резистанс. То есть, у нас оружие медленнее ломается. Здесь у нас... Сопротивление яду. И сопротивление температурам. Здесь у нас скорость. Стоимость... Ну, бега. А стамина. То есть, меньше тратится стаминного в момент рукопашного боя. А меньше в момент перекатов. И также... Ну, в принципе, знаешь, ничего такого. Хотя... А, смотри, тут еще у нас... Тут много всего. То есть, вот, стрельба из пистолета, из винтовок, из каких-то карабинов. Ага! Есть возможность их как-то толкать. Слушай, ну... Это, конечно, приятно, что тут довольно много навыков. И... Сейчас, какие-то у нас... А, больше ресурсов собираем в момент обыска всяких там тварей, либо контейнеров. Так. А это, получается, мы получаем больше очков в момент каких-то исследований или действий. То есть, грубо говоря, быстрее прокачиваемся. Так что нужно будет взять вот это вот, наверное. Так, и... Подожди. А, это еще что? А, зарабатываешь больше опыта, когда волонтер умирает! Слушай, ну это надо мне сразу прокачивать, потому что умирать мы будем довольно часто. А чё? И учитывая, как я умираю и как играю, то да. Так. А вот у нас пистолет из каких-то труб сделанной. Уже какой-то фоллаут начинается. Ага. Какая-то винтовка. А это еще что? А это... Вроде как... А, это дробовик! Форшот. То есть, стреляет сразу из четырех стволов. Ну, видимо, да. Ладно. Что ж. Слушай, да, классно, что тут есть такая вот прокачка. И... Подожди, там еще что-то было. То есть... Верни наобратно. Пожалуйста. Так. Давай с ним попрощаемся. И посмотрим, что у нас тут есть. Какие-то мутации еще. И, собственно говоря, вот у нас карта. То есть, нам нужно отправиться, видимо, в эту область. Либо мы сразу отправимся туда. Ну, ладно. Вот у нас Тринити. Она все такая же страшная. И, в общем, она говорит, что... Ты все равно умрешь, так что давай коротко. Ага. Доктор Стэдман говорит, что тебе осталось всего пара дней. Ага. То есть, колония голодает. А мы, судя по всему, заражены чем-то. И нам осталось всего пара дней. Так что нас отправляют за стены. Разведывать. Ну, и заодно собирать какие-то припасы для колонии. Так что... Давай, наверное, отправимся. Поговорим только с этим доктором. Вот он. А, новый волонтер. Мое имя доктор Стэдман. Ладно. В общем, я буду... Так, окей. Хорошо. Они мне говорят найти какие-то... Какие-то шприцы с антивирусом. Так что... Давай попробуем их как-то отыскать. Здесь у нас еще есть арсенал. Но, как я понимаю, нам уже выдали снаряжение. Поэтому давай сейчас отправимся на машине. Так. Отлично. Начало конца. Что ж. Ну, пока игра выглядит вполне себе неплохо. Жалко, что тут нету кастомизации. И у нас нет возможности даже выбрать пол. Ну, ладно. Ну, или знаешь, там... Вот у этого персонажа есть какой-то вот такой вот навык в начале. У другого какой-то другой. Было бы прикольно. Так. Что, у тебя закончилось топливо? Только не опять. Я убью эту задницу. Базарт? О, черт. Простите, босс. Ребята забыли залить, видимо. Тупой урод. То есть ты хочешь сказать, что я из-за этого урода сейчас могу помереть? Да? Да. Ну, ладно. Давай тогда попробуем осмотреться. И, может быть, найдем здесь какие-то припасы. И тоже топливо. Так. Ну, пока что я тут ничего не вижу. Так. Смотри. Оп. Какой-то кирпичик. Отлично. Ну, уже неплохо. Правда, зомбаков я не вижу. И... О! А это еще что такое? Какой-то ванпост херка. Так. Так. И вот. Антивирус. Который останавливает инфекцию на короткий период. Угу. То есть пока он активен, ты не заражаешься от любых источников других. Доктор, ты здесь? Да, нашел шприц. Да, хорошо, хорошо. Запомни, он останавливает инфекцию ненадолгое время. Так что нам придется отыскивать другие вот эти вот бункеры, в которых будут шприцы. Что ж. Окей. И, видимо, у нас будет периодически появляться вот эта шкала вируса, в котором мы будем получать при сражении с зомбаками, либо с другими какими-то тварями. Так, бутылка. Отлично. Так, а тут у нас еще что? Покет-кнайф. Давай-ка посмотрим, какие у него характеристики. То есть у Покет-кнайфа 10 урона. У нашей гаечного ключа. Или что это? 33. И также... А, но ДПС выше у ножа, потому что, видимо, бьет он гораздо быстрее. Но смотри, здесь у нас прочность 33, а тут всего 10. Так что ломается он там буквально за пару ударов, видимо. Так. Ну. Слушай. Не, в целом, конечно, тут путешествовать, как-то осматриваться довольно приятно. Конечно, игра напоминает тот же How to Survive. И делали мы там примерно то же самое. Так, еще один гаечный ключ. И немножко патронов. Так. Отлично. А куда нам, собственно говоря, идти? Подожди-ка, это... Мертвый зомбак? О-о-о. Нет. Не, видимо, мертвый. Так. Что у нас тут есть? Какая-то стиральная машина. Но обыскать ее нельзя. И нам предлагают отправиться вот в этот подвал. Ладно. Привет, ребята. А что вы тут делаете? Давай попробуем их тогда перестрелять быстро. Так. На счет. Один, два. Оп. Давай. Два, три, четыре, пять, шесть. Ну. Ах ты ж черт. Как же долго он, мать его, перезаряжается. Раз. Два. Отлично. Фуф. Ну, слушай. Тут у нас еще какая-то бочка есть. Давай тогда выключим фонарик. Может быть там батарейки садятся или еще что-то. Я бы не удивился. Здесь у нас какие-то горшки с растениями. Так. Но собрать здесь мы ничего не можем. Так. Ага. Ой. То есть либо я выбиваю оружие, либо выбиваю уже своей ногой. Так. Ага. Топливо. Но при этом... А, видишь, было 33, стало 31. Ну, потратили два заряда. Не так уж прям и много, так что не критично, знаешь ли. Так. Фонарик мы выключим. А то еще там батарейки какие-то он... Ааа. Нам сажает. Так. А это нормальная ворона? А то она... Господи, она влетела в стену! Ты это видел? Сначала она пролетела через машину, а потом... А потом в стену. Какие-то здесь ненормальные вороны. Смотри, это тоже какая-то... Какая-то странная. Сейчас куда она полетит. Ладно. Давай отсюда поскорее выбираться. Это какое-то опасное место. Тут все сходят с ума. Даже птица. Так что... Здесь опасно находиться. Заливаем бензин. Так. Ну вот. У нас теперь три заряда бензина. И мы можем отправиться дальше. Заводи тогда машину и поскорее как-то едем отсюда. Так. Ну и вот. У нас... Ага. Есть возможность отправиться вот сюда. А к knowledge мутации пока у нас закрыты. Видимо, это прокачивается только на базе. Так. Задание завершено. Покинуть дом. Отлично. Ну... Конечно, своеобразная система стрельбы, перезарядки. Но... В любом случае мы находим какие-то новые оружия. У каждого из них свой запас прочности, свои характеристики. Так что... Да, любопытно. То есть игра тебя подбивает изучать карту. Как-то осматриваться. Находить новые вещи. Так. Может быть, как-то мы можем создавать на меньшем какие-то глушители. Или... Я не знаю. Там штык-нож на какой-то свой револьвер. Так. А что у нас тут? Так, елки-палки. Дай мне забраться туда. То есть... Ты не можешь забраться вот на... Ладно. Мне надо вот так вот все это дело обойти. Там какие-то непонятные зомбаки. Так. Открываем. Ну вот, обязательно тебе надо ее выбить. Ладно. Два. Три. Отлично. Ну, они... Не услышали каким-то образом. Так что... Давай возьмем топливо. Вот она у нас. Повесилась на спину. А что у нас здесь? Так я же видел там какие-то... А, ну вот. А, смотри. Вот эта вот записная книжка, она дает как раз-таки знания. Отлично. То есть знания мы получаем не с убийств, там, зомбаков, а с каких-то вот таких вот предметов. То есть там микроскоп, какая-то записная книга, ну и все в этом духе. Так, ну это любопытно. Так. Всякие батареечки, разные ресурсы. Вот, изолента, судя по всему. Так. Отлично. Да опять тебе надо выбивать двери. Привлекли внимание зомбаков. Тихо, 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 тихо. Ты меня не слышал, дорогой. Так, немножко патронов. Что у нас тут? Какие-то бутылки с водой. Это у нас медицинские припасы, а это какая-то пластиковая бутылка. Так, отлично. Давай тогда, может быть, зайдем сюда. Посмотрим, что у нас будет здесь. Так, кстати, а у нас же был, кажется, кирпич. То есть мы можем его куда-то пульнуть. Вот он. А как его кидать? Так. Три очка знаний. И сейчас мы можем уже их как-то распределить. Угу. Отлично. Но я бы повременил на самом деле. То есть, да, мы можем их потратить, но лучше, наверное, потратить вот на, например, вот эти вот знания, где мы получаем больше очков, соответственно, быстрее прокачиваемся, и все у нас в жизни хорошо. Так. Погоди-ка. Единственное, что... Так. Тихо. А так тебе, тварь! Забили. Тихо-тихо-тихо-тихо. Он нас увидел? Я думаю, да, увидел. Хотя он вроде бы не бегает, поэтому пока все хорошо. То есть нас подбивают убивать их в режиме стелса? Таким вот... Подожди, мы же тут пройдем? Или там тупик-тупик будет? Ладно, тогда попробуем встретить ее уже тут. А так... Подожди! Тихо. Вот так тебе. Подожди-ка. Опа! Добили. То есть тут и добивать их можно. Ну, а те зомбаки, видимо, услышали меня. Поэтому начинают подходить. Так. Ну, смотри, у нас вот тут есть четыре зомбака. И мне, судя по всему, придется к ним уже как-то подходить, либо обходить их с правой стороны. Здесь у нас ничего нету. Ага, инфекция и мутация. Угу. То есть у нас есть мута... А, вот, видишь? То есть мы все-таки заражены чем-то были. Ну, давай тогда попробуем... Подожди, мы же в бензобак можем кинуть нашу бочку? Или нет? Ай! Слушай, ну, шкала, она как-то идет довольно быстро, да. Придется все-таки использовать на себе этот шприц. Вот, она вколола себе его в ногу. Да, и он временный. То есть в момент действия вот этого антивируса мы... Ёлки-палки, как же вас-то много. Так, а куда мне идти-то? У нас тут зомбаки, там зомбаки. И что мне делать? Нет, конечно, мы можем уже заправиться и... Уже отправиться дальше. А, ну я бы на самом деле как-то смотрелся здесь. Давай попробуем кинуть кирпич. Так. То есть спецсредство у нас, видимо, на Т. Сейчас, давай посмотрим. То есть вот. Отлично. И... То есть у нас сейчас выбран кирпич. Угу. И он еще наносит урон. Помимо всего. Хотя, знаешь, давай, наверное, попробуем двигаться вперед. Наверное, сражаться с ними сейчас довольно опасно. Господи, боже мой, они сейчас все ко мне подходят. Так, ладно. Фуф. Эники-бэники, ели вареники. Но тут зомбаков меньше. Поэтому давай, наверное, туда отправимся. И что, давить их будет? Да, давить. Отлично. Так, ну что ж. Мы уже прошли две локации. Так что здесь у нас, наверное, будет больше ресурсов. Надеюсь, по крайней мере, на это. Все-таки мы даже не обыскали здесь ничего и толком не осмотрелись. Так что... Надеюсь, что тут у нас как-то все это дело окупится. Но смотри, шприц у нас все еще действует. И тут какие-то дети или что? Это какие-то обезьяны? Ну, видимо, дети. Так. Они внутри комплекса. Да, судя по всему, это детишки уже какие-то зараженные. То есть их закрыли вместе. Судя по всему, они будут прыгать, наверное, и быстро передвигаться. Поэтому давай пока что тут осмотримся. Какие-то растения. Угу. Здесь у нас какой-то папоротник растет. Или что это? А, мы можем спрятаться в этом кустарнике. Слушай. А неплохо-то сделана тут система стелса. Так что, наверное, надо было остаться на той локации и попытаться швырнуть кирпич и как-то исследовать ее побольше. Ну, ладно. А в итоге у нас есть возможность, наверное, агрессивнее себя как-то вести. Смотри, у этой какой-то... Какая-то палка позади. Ммм. Что мы будем делать? Давай, наверное, начнем бой у рукопашкой. Вот так тебе, тварь. Так, отлично. Они что-то услышали, но... Сейчас мы немножко их как-то обойдем. Так. Подожди, они нас видят? Я... Мне кажется, вот этот вот видит. А, что мы будем делать? Ну, давай тогда начнем атаку. Атак себе, тварь! Тихо-тихо-тихо. У нее довольно медленная атака, поэтому... Вот так тебе. Отлично. Вот так тебе. И давай эту добьем. Вот так. Отлично. Так, немножко припасов у них каких-то, видимо, будет. Вот. Журнал! Отлично! То есть еще больше очков знаний. Так. И... Здесь мы можем... Подожди-ка. А, мы можем активировать... Подожди. То есть мы можем отдать вот волонтерам вот эти припасы, которые мы собрали. Давай, наверное, сначала осмотримся, а потом уже отправим им вот эти все припасы. Правда, ну, из-за вот этой вот инфекции нам приходится действовать довольно быстро и, ну, стараться как-то не тупить. Потому что если мы будем задерживаться, то рано или поздно инфекция сожрет все наше здоровье. Так что, да, нам надо все-таки действовать довольно быстро. Ох ты ж, сколько вас тут, ребята! Тихо. Отлично. Растения. Так, жалко, мы не можем как-то перегрызть вот эту колючую проволоку. Или ее перепрыгнуть. Может быть, сверху у нас будет такая возможность. Нет. Там, судя по всему, конец карты уже. Так. Опа-опа-опа-опа. А этот быстрый. Этот быстрый. Смотри, он еще и двигается в бок. О, как... О, елки-палки. Отлично. Давай. Добивай, добивай. Добивание даже, как в How to Survive. Ну, да ладно. Не будем ныдеть об этом. Да, у нас тут остался вот этот вот медленный зомби. И у него какая-то... Вот так тебе. Так. Отлично. А что у тебя там было? Так, труба. 30 прочности. И сколько урон? Давай посмотрим. Так. А урон у нее 10. Нет, 20. 20-20. А у нашего ключа... Ну, поменьше будет. Давай тогда возьмем вот эту трубу. Отлично. Так. Ну, пока у нас все хорошо. Если только не считать вот этих быстрых зомби. Мать твою. Ты что-то меня бьешь? Так. Отлично. И все? Ага. Здесь остался медленный вот этот вот жордей. А мы его как-то можем... Нам предлагают кинуть в него кирпич. Тихо, тихо. Тише, тише, тише. Давай, может быть, все-таки сзади я начну... Ах, ты же, елки-палки. И что мне с тобой делать? А, рядом с ним инфекция распространяется. О, елки-палки, он взрывается. Ага. И что, этот туман привлекает зомби? Да вроде бы нет. Никого не привлекает. Так, немножко патронов у нас тут. Так, еще металлолом какой-то. Так, и... О, боже мой, сколько всего! Отлично! Так, давай тогда... Что у нас тут есть? А-а-а! Это сейф, оказывается! Это был сейф. Но у меня нету ни отмычки, ни возможности его как-то вскрыть. Поэтому я не знаю, что мне делать с этим всем. Давай попробуем перезарядиться. Ага, стамина. А стамина у нас заканчивается, когда мы крадемся? Медленно-медленно крадемся. Так, немножко патронов. Ну, слушай. Здесь у нас какие-то дома есть. Давай попробуем туда сходить. Может быть там будет что-то. Так. Тихо-тихо-тихо-тихо. Да, этот заметил меня. Но пока он вроде бы не кричит ничего. Во-во-во. Давай, иди сюда. Во-во-во-во. Отлично. Тихо-тихо. Да что-то его не било, пока он там валялся-то. А, ладно. Она немножко привлекла внимание вот этих зомбаков, видимо, сверху. И здесь у нас какая-то непонятная закрытая дверь. Уже... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Милая моя. Ну, давай, подходи. Давай тебе. Так вот. И сверху еще добавлю. Вот так. Отлично. И... Еще одну. Все. Она валяется, мы ее добили. Так, немножко... Тут у нас ничего. Бутылка какая-то. Ну... Слушай. Все, конечно, хорошо, но мы медленно умираем. Поэтому... Так, что у нас тут все закрыто? Какое-то растение. Не, это, конечно, прекрасно. А, смотри, мы можем забраться вот тут. Можем же? Можем. Отлично. То есть вот мы... Да елки-палки. Ладно. Один удар. И замок у нас вскрыт. Давай тогда осмотримся уже тут. Электроника. Ох, ты же елки-палки. Мутация. А, вирус... Распространяется по твоему телу. И у тебя появляется возможность использовать, видимо, какие-то мутации. Так. Что это такое? У тебя не отшатывает, когда тебя бьют, видимо. Твоя кожа становится более крепкой. И ты получаешь 40% сопротивления. Либо... Ага. То есть лечащие средства имеют на 50% больше эффективности. Но при этом те, которые восстанавливают стамину, они имеют на 50% меньше эффективности. Но, знаешь, я, наверное, возьму... Ммм... Наверное, кожа. У нас будет более крепкая. И мы будем на 40% больше... То есть меньше получать урона от зомбаков. Так что вариант, как по мне, очень даже неплохой. Кажется, у нее начинает светиться рука, или что это? Я такого вроде бы как не замечал у нее. Ну, вполне возможно, она будет превращаться в зомбака. Медленно, но верно. Покрываться вот этими всякими гангренами. И рано или поздно она превратится уже в одного из этих ребят. Так что, да, нам надо как-то быстро исследовать этот мир. И по возможности думать уже о следующем поколении выживших. Которые, судя по всему, у нас неизбежно будут. Так. Вот пустой ящик. Отлично. Слушай, ну, пока что у нас дела очень даже неплохо обстоят. Сейчас мы тут, наверное, обойдем все это дело. Так. Ах, он, видимо, учуял меня. Ну вот. То есть здесь у нас ничего нету. Кажется, мы все же осмотрели. Так что давай, может быть... Посмотрим, что у нас будет тут. Угу. Вот у нас здесь какая-то машина есть. Так. Там багажник. Возможно, здесь осмотреть. Так что... Давай, ты получай, скотина! Так. Но главное нам не подходить к сильным зомбакам. То есть вот этим вот жердяям. Потому что, видимо, они рядом с собой распространяют вот эту инфекцию. И смотри, кажется, судя по всему, мы нашли какой-то... Эпический пистолет. Давай посмотрим, чем он там стреляет. То есть вот. Да, это тяжелый калибр на 45-й. Угу. Но у меня же... Да, у меня, судя по всему, есть. Этот тип патронов... Слушай, странно выглядит, конечно, этот ствол. То есть такой со... Нет, нет, нет. Она просто вниз его направляет. Мне казалось, что она его разряженным постоянно держит, когда она передвигается. Так, отлично. Ой-ой-ой-ой. Зомбаки, зомбаки. Зачем я побежал? Решил немножко ускориться, потому что инфекция и все дела, но... Нет, надо немножко поаккуратнее быть. Так вот, мы все-таки этих добили. Давай, может быть, вот этого еще убьем. Чтобы у нас уже рядом с машиной никого не было. И мы смогли... Продолжить движение! Отлично. Так, и... Да, можно было бы, конечно, заглянуть в эту школу или супермаркет. Что это вообще такое? Сначала, наверное, добьем вот этого зомбака. Он все-таки рядом с нами находится. И это не будет лишним. Так. Ну и да, вот эти детишки. Детишечки, которые... Ага. Слушай, а ну их в задницу. Пошли, наверное, в другую уже местность. У нас топливо есть, поэтому... Почему бы нам не отправиться? Так, давай тогда заводим свою тачку. И быстрее, быстрее, быстрее! Отлично. То есть вот. То есть два зомбака у нас здесь. И два зомбака у нас вот тут. Угу. Давай, наверное, отправимся в Эннике-Бэннике или в Вареньке. Вот сюда. Надеюсь, что там будет какой-то шприц. Потому что иначе у нас инфекция будет распространяться дальше по телу. И рано или поздно мы с довольно большим шансом превратимся в одного из этих ублюдков. Которые будут там либо взрываться в толпе, либо... Я не знаю. Какие там еще зомбаки есть? Мы видели детей. Мы видели медленных зомби, быстрых зомби. Зомби, которые взрываются. Ну, наверное, тут есть еще какие-то зомби. Может быть, те, которые плюются. Так. Ага. То есть вот нам предлагают поменять оружие. Но пока меня все устраивает. Вот у нас три зомбака есть в доме. Справа у нас медленные зомби. Так. Вообще, можно было бы пострелять. А то я как-то втихую действую. Привет. Иди сюда. Иди сюда. Давай, давай, давай. Подходи. Ну, ты же меня видел, парень. Ты чего? Ох, ты же елки-палки. Не того ударил. Так, ладно. Тихо, тихо, тихо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как неаккуратно-то? Как неаккуратно? Аккуратно. Смотри. Он нас ударил и... Ай, пошло оно в задницу. Блин, он такой косой. То есть я почти... Ну да. Надо ближе подходить, видимо. Так, а он медленно перезаряжается? Очень медленно. И... О, боже мой. Так. Па! Сломалось оружие. Так, давай быстренько поменяем его. Вот у нас есть вот такая вот труба. В принципе, такое ощущение, что она у нас и была. Ну ладно. Давай тогда осмотримся вот тут. Что у нас есть? Вот. Немножко... Каких-то научных знаний. Отлично. Слушай, ну мне кажется, быстрее их убивать уже... Ну, в наглую расстреливать. А то мы как-то втихую пытаемся там краситься, не краситься. Зачем это надо, когда можно просто их тупо перестрелять тех? И... В принципе... Этого нам хватит. Но что-то мне подсказывает, что с этими детишками у нас будут какие-то сложности. Раз. Слушай, а нет. Нет. Вполне себе. О, елки-палки, да что же вы? О, боже мой. Так, на тебе, тварь. О, боже. Так. Отлично. Прошли проверку реакции. Отлично. Ты меня увидела, да? Ну, получай тогда трубой по голове. Так. И, собственно говоря, это были, кажется, все. Надеюсь, тут будет какой-то шприц. Потому что иначе все это было... Зря. Пенкиллеры. А, елки-палки, я же на прошлой территории не отправил запрос с грузом. Ну, то есть, я не отправил его на базу. Эх ты. Ладно. Давай тогда посмотрим. А, в церкви мы уже были. Это церковь, кстати, была. Я не сразу понял. Так. Ну и... Что у нас тут еще есть? Опа. Привет. Получай трубой по голове. И новая мутация. Довольно странно получать мутацию, когда мы тут сражаемся с зомбаком. Ну, что ж. Скорость атаки рукопашной. 25%. Ты... От тебя какая-то вонь. Подожди-ка. А, то есть, твоя вонь, которая исходит от тебя, делает так, что с меньшей вероятностью зомбаки на тебя нападут. Ага. И ваш стелс более успешен. Слушай, либо 50% рукопашного урона, но 25% меньше стамины. Ну, я не всегда сражаюсь у рукопашки, но 50% урона это круто. Так что давай-ка возьмем рукопашный урон. Тихо. Отлично. Да, но выносливости при этом у нас теперь мало. Так, знания. Отлично. Так, и мы получили какую-то винтовку. Подожди. Вот она, красавица. То есть, у нее 5 на 56, и у нас, к сожалению, нету этих патронов. Жалко, жалко. Так, и судя по всему, оружие здесь стрелковое, а не ломается. Либо мы его просто как-то не чиним. То есть, тут написано, что это оружие поломано. И, видимо, нам надо потратить свои очки, чтобы его как-то... Подожди-ка. Ах ты ж, черт, требуется помощь. Помощь, помощь. То есть, нам нужно дойти до радиостанции, и только там мы сможем прокачиваться. Понятно. Что ж. Ну, слушай. В любом случае, у нас тут... Блин, надо восстановить как-то полоску жизни. Хотя я не помню, где я ее потратил. Так, ну ладно. Что у нас тут? Угу. Ну вот. Немножко аптечки какой-то мы тут получили. И... Что это такое? Это торговец? Там четыре зомбака. О, привет, сын друг. Меня зовут... Пускай будет Михаил. Его зовут Михаил. Что привело тебя сюда? Выживание. О, возможно, я помогу тебе с этим. Я собираю вещи. Возможно, они пригодятся тебе. Но... Короче, он что-то потребует взамен. Ааа, очки знаний. Серьезно? Так, ну... И что ты хочешь? Давай посмотрим. То есть, вот. У него есть топор. И это... Это стоит 10 знаний! Охренеть! Лазер. Улучшение для рукопашного оружия. Какая-то взрывчатка. Изолента. Ага. Слушай, ну... Давай, наверное, продадим ему свои ножички. Они мне не нужны. Так, и... В целом... Да, меня это устраивает. То есть, вот. Я ему, наверное, продам вот это вот еще. А гаечный ключ поломанный. Немного. Давай тогда попробуем зайти в дом. Так, вот у нас тут как раз-таки открытое окно есть. И какого хрена у меня не восстанавливается выносливость? Я не понял. Что это такое? Ну, такое я не соглашался. Подожди, может быть, он просто у меня устал, мой персонаж? И ему надо что-то поесть? Ну, вполне возможно. Ладно, давай тогда мы попробуем зайти внутрь. И пособираем припасы. Вот тут холодильничек у нас есть. Ааа, так. Тут у нас ничего. Я, кажется, что-то слышу. Возможно, снизу у нас что-то есть. Ааа, возможно, что-то интересное. И да, смотри, у них топливо. Бля! Ёлки-палки! Что за скримак такой? Так, ну ладно. Ладно, это была ловушка с дробовиком, но мы её не заметили. Что ж. Видимо, мы могли как-то её разобрать. Но зомби, хочу я сказать, здесь крайне глухие. То есть мы перед ними как-то стреляем, бегаем, но чаще всего они не слышат. Они ни черта не слышат. Что, конечно, в какой-то степени упрощает нам жизнь. Так. Получай, скотина! Тихо. Ну да, если раньше нам приходилось их как-то добивать ещё, то сейчас хватает одного верного меткого сильного удара. Так. Ну, что ж. Давай тогда попробуем их перестрелять там. То есть у меня есть... А, что у меня есть? Так. Давай, наверное, что-то попробуем скушать. То есть вот у нас какой-то синий цветок есть, но его, наверное, можно соединить как-то. А, какой-то, не знаю, шоколадный батончик или что-то в этом духе. У нас ничего такого нету. Ну, есть у нас вот какая-то водичка. Давай её, наверное, выпьем. Так, смотри, она открывает рюкзак. Что-то там использует. И при этом мы получили урон. Ну, если бы я знал, что у нас такое будет, то я бы, возможно, не стал бы использовать. Так, ладно, перезаряжаемся. Они, судя по всему, даже не заметили, что я тут. Тихо. Да ёлки-палки, какой же он жирный, мать его. Давай тогда попробуем отойти. Смотри, вот этого зомбика я с первого выстрела убил, а тот у нас как-то сопротивлялся. Ну, тут уже я могу и в рукопашки их перебить. Но, ладно, давай всё-таки оставим одного, двух. Вот, одного оставили. Получай. Так, и что, у вас тут ничего нету? Нет, нет, вообще ничего. Как-то грустно даже. Я ожидал, что там что-то будет, но... Но нет. Так, какая-то рация тут шумит, но я не понимаю, откуда звук вообще исходит. Так, тихо. Да ёлки-палки! Через забор я так же не могу здесь перепрыгнуть, но, возможно, для этого нам нужны какие-то знания, чтобы получить новый навык и перебираться уже через высокие заборы. Ну, а сейчас пока мы не можем это делать. Так, ладно. То есть, в церкви сверху мы были. Так, тебе... Да что ж тебе ударила всё-таки скотина? Ну, и, судя по всему, это уже всё. Так что, давай, наверное... Ммм, попробуем отправиться. Так, а что у нас тут? Подожди. Мы здесь ещё не осмотрелись. Там какой-то алкоголь. Так, отлично. Ну, может быть, там что-то будет. Ах, ты ж гадина такая! Ударила всё-таки. Давай тут добьём её. Там дверь, кажется, закрытая. Слушай, ну, тут вроде бы ничего уже не будет. Так что, давай к машине. Что ж, на этом, пожалуй, мы будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь и не забывайте оставлять комментарии, ведь именно от вашего мнения зависит выход подобных роликов. А на этом, пожалуй, всё. Пока-пока. И до скорого. Берегите себя и своих близких. Субтитры подогнал «Симон»